Вот, на чем мы становились-то? На провороты, когда покупают. А, да-да. То есть, ну, нет, все по-разному, кто-то заранее проектирует, кто-то. Ну, это зависит от человека, кто-то же заранее готовится, а кто-то, когда петух жареного укусил, отклюнул. Ну, а ты как продаешь? Они приходят, покупают, или ты им, ну, реально продаешь заранее, они потом оплачивают? Ну, есть горячие клиенты, которым надо было еще вчера, да, их процентов 5, по статистике. Есть, которые никогда не купят, потому что им тупо дорого. Процентов 10. То есть, они поставят распашные обыкновенные ворота, а не современные секционные, которые там наверх поднимаются, да, красивые, уходят. Ну, как в американских фильмах, короче говоря. Они поставят простые распашные, там, в два раза дешевле. А по России ты продаешь это не стрёмно, что, знаешь, там, поедет, поцарапает там фусат, металл, дорогая доставка, легче там в регионе купить у местных. Ну, все может быть, все может быть, но это риски, это нормально, ничего такого. Это не останавливает. Вот. Поэтому и другие, которые строят, например, которым надо в ближайшем месяц, два, три, к лету, там, не знаю, к концу стройки, вот это основное, которых надо греть. Я, кстати, для этого завел свой YouTube-канальчик про ворота, наконец-то. Ну, кинь мне потом, я подпишусь. Для меня это был прорыв, я долго собирался, полгода, жена меня пинала, давай, давай, давай. Это еще быстро. Делюсь экспертностью, да. И, ну, короче, пытаюсь прогревать клиентов, чтобы они доверим, да, потому что, если не будет доверия, ничего они не купят. То есть, вот, где еще какие ниши были, да, сейчас неинтересно скажу. Зонты вот эти, да, то есть, там, опять же, не в рынке. Что еще? Ну, инфобизнес пытался пойти тоже, продавать курсы по маркетплейсам, там, по продажам. Но у людей уже от этого тошнит, поэтому я оттуда быстро ушел. Вот. А ты, кстати, смотришь, что выбираешь какую-то аудиторию, потому что бывает, знаешь, там, бизнес, вот эта база, она вся, там, замученная, там, и лайк, и этот, и все-все-все, и, как бы, все их, там, парсят, и, условно, они ходят, там, везде обжигаются, на все эти консультации. То есть, ты смотришь такое, что, не знаю, вот, ворота, это вообще, ну, понятно, мужики, там, строят дачу, все, там, это аудитория такая. Как-то ты выбираешь по сферам? Нет, я больше по продукту смотрю, по аудитории нет, аудитория какая попадется, но по бизнес-аудитории, правильно ты сказал, они уже задолблены так, что в конец, что им звонят, каждый хочет им повысить продажи, и они уже просто кидают трубки, и ублевать тянет, что уже достали те, кто их хочет осчислить. Я смотрю по продукту, у меня сейчас контингент, это такие простые ребята, дома владельцы, которые строятся, да, то есть, которые, я как-то с ними нахожу какие-то общие точки прикосновения, там, на каких-то, ну, не знаю, там, кругозори за счет эрудиции, да, там, а вы там из Самары, да, а вот у меня там, там, друзья там живут, да, вы знаете Трофимовых, там, да, нет, ага, или там вы в Богородске, а у меня там, знаете, вот, знаете, бабушку мою, там, она всю жизнь весь пол Богородск там получила, да, или там, ой, от фамилии Куракина, как у Князи прямо, да, ну, такие-таки вот вещи, знаешь, когда вот присоединение, короче говоря, и ребята простые, покупают, верят, переводят предоплаты, то есть, как бы, ну, доверяют, вот, не все, конечно, вот, я не подвожу, все отгружаю, то есть, ну, и потом благодарят, то есть, получаешь от этого удовлетворение, что ты сделал все нормально, и тебе тоже, как бы, все. Ну, это классно, что, когда клиенты благодарны, у тебя нет никакого негатива, и у тебя текущих тогда нет, потому что, если сотрудники постоянно какую-то желчь, там, вот, эту от клиентов получают, они думают, ну, продукт говно, сервис говно, они уходят, и еще другую компанию, тебе приходится новых искать, обучать, и просадка, мотивация, ну, в общем, это вот, как бы, одно за другим всегда тянется, как цепочка. Ну, да, главное не набарывать, как говорится, не хочется выражаться по-другому клиента, да, уважать его, не за глаза, там, не говоришь, что там это, там, какие-то, да, люди такие, они несут нам деньги, вообще-то, в клювике, да, и, естественно, когда там пишут, что у тебя ворота БУ, например, они покупаются на цену, они тебе звонят, а у тебя никаких БУ нет, и ты просто им впариваешь новые ворота, а им это не надо, да, то есть, они уже разочарованы. БУ, но в хорошем состоянии, да? Да, новые под заказ, у нас их нет, но они, как бы, есть, я так не делаю, может, это неправильно, может, я теряю какой-то трафик, но я не хочу так работать через обман, кто-то скажет, да ладно, что ты там ферню занимаешься, давай там тоже составь цена 10 тысяч ворота, да, БУ, тебе будут вал звонков, ну и что в итоге, кроме негатива, ты ничего не словишь. Ну, да, кому-то ты продашь, там, может, из 10 одному, не знаю. Ну, это вопрос, вопрос экологичности, потому что, когда я помню, я когда продавал мебель, там какой-то мужик подходит, я помню, был парень прикольный, и мужик спрашивает, это, типа, массив? Ему говорят, да, это, типа, массив. И он уходит, я говорю, а что ты ему соврал-то, это же, типа, ДСП. Он говорит, ну, это уже просто массив, но он мелко порезанный. Ну, да, смотря, как посмотрели. Да-да-да. Когда-то это был массив, понятно. Да-да-да. Вот, потом теплицы тоже пробовал продавать. Там тоже, там конкуренция не среди, там тоже цена выше рынка немного, поскольку там у них специальное крепление, чтобы это все зимой не развалилось, не обеспечило. Но там конкуренция среди менеджеров. То есть, кто успел, тот съел, короче, заявку. То есть, они распределяются не равномерно, а там, короче, стрички разбираются и все, и все. А эти, ну, ты продаешь такие штуки, знаешь, как ты сказал, как в Америке. У них же там есть еще эти, как гаражи у нас, знаешь, с такими воротами, и они там складируют всякий хлам, типа балкон, офлайн. Вот такие ты продаешь штуки? Ну, я имею в виду каким-то, может, торговым центром, там, или жилой комплекс, у них там ворота заезжают, там, или это только частники, а большие через тендеры как-то продаются? Ну, да, большие обычно они работают с крупными, уже с производствами, да, или с крупными дилерами. Заказывают массово, они могут им дать хорошую скидку, им же интересно, там, 9 ворот поставить по хорошей цене, правильно? Я работаю в основном с частниками, бывают иногда промышленные объекты, но реже. Вот, в основном здесь идет работа через индивидуальную такую вот, потому что предприниматель, он же смотрит в основном на выгоду, да, ну, и частник, в принципе, сейчас смотрит на выгоду. То есть, если цена не устраивает, ты хоть там расскажи, какая у тебя панель и прочее. Ну, ворот, правильно понял, это такие, как американские фильмы, которые под потолок поднимаются, пульт открываются, там, они секциями секционные ворота. Ну, я тебе вышлю ссылку на канал, посмотришь, там будет все понятно. У меня такие панели стоят, я очень удобно, что я могу на своих воротах показывать все. Вот, я сам обладатель этих ворот, и я сам понимаю, как они работают. Может, какие-то, знаешь, ошибки, косяки, потому что я вот тоже залазил, например, там, ну, какие-то бытовые вещи, вот там, не знаю, потек холодильник, или там не открывается стиральная машинка, и ты лезешь в YouTube смотреть, как это делать, думаешь, вот там, кто-то показывает, или там, заклинило ворота, что делать. И ты там отверточек покажешь, вот сюда нажмите, там, ну, какие-то нюансы, и люди подпишутся. Так и делаю, да, на какие ситуации, случаи, то есть возникает вопрос, как они крепятся к потолку, или там, как они крепятся изнутри, вообще, как они крепятся изнутри, или снаружи, или в проем, или как они поднимаются, а держит ли пружина, да. То есть, и вот как раз эти вопросы я освещаю там на канале, чтобы можно было наглядно показать. Вот, вот так вот. Вот, потом я работал месяц лазерно, продавал оборудование для лазерной эпиляции. То есть, вот эти вот фото, вспышки вот эти, да, когда делают, проходит пока волосы не растут. Вот, там отработал месяц ропом даже. Ну, то есть, там провел какую-какую небольшую организацию, одного уволил, другого нанял, девушку там обучением. Там как раз я попробовал себя вот в роли ропа, да, и потренировался как код-коуч, и какие-то регламенты, что-то такое, да, как обрабатывать клиентов, как их не терять, то есть, не быть консультантами, а быть именно продажниками, потому что это было, у них три девушки просто были как справочное бюро. Сколько стоит? Столько. Ну, все, спасибо. Да. Ну, пожалуйста, обращайтесь. Да, да, да. Не забывайте. Пожалуйста, спасибо. Всего хорошего. Давайте, да. Ты понимаешь, что собственник теряет бабки на трафике с того же Авито там и так далее. Слушай, а можно, вот тут, кстати, хотел спросить про ропа. То есть, менеджеры, они все примерно одинаковые, как вот ты говоришь, три девочки, они все одно и то же делают, а ропа, они, ну, все разные, можно так сказать. И вот ты когда приходишь ропом, у тебя бывает такое, что... У тебя спрашивают, вот такая ситуация, а как бы ты здесь делал, а как бы ты здесь делал? То есть, ты отвечаешь им на вопросы, ну, то есть, продаешь свою компетенцию, или ты думаешь, что они из тебя идеи какие-то вытаскивают, ты говоришь, ну-ка бы, я роп, вот деньги, плати, увидишь результат. Как ты вот на эту штуку смотришь? Ты кто, Миша, спрашиваешь, собственники или менеджеры? Да, собственник. Вот когда ты приходишь ропом устраиваться, и он из тебя спрашивает. Вот такая ситуация, а что бы ты делал? Нет, если они мне за это деньги платят, естественно, я с ними делюсь экспертностью, и у меня было перед этой работой. Не пока платят, а вот собеседовать, думать взять. А, ну да, да. Ну, неделю я проходил обучение у них, и там они меня спрашивали мое видение, давали послушать звонки, я как бы в рамках стажировки этим делился, ну, без подробностей, но в целом видение, да, они же должны тоже понимать, что я себя представляю, да, вообще, соображаю я в этом или нет. Ну, в итоге, при том, к стажировке меня взяли, хотя я был многородний, а у них офис был в Москве, я вообще езду туда в Москву три или четыре раза в месяц. Вот эти личные встречи, обучение, да, там мы выписывали 15 преимуществ и так далее. Хотя тоже им до этого заказывали обучение какой-то девушке-продажника, ну, какой-то, в общем. Ну, тренер какой-то по продаже, да. Да, как их там, Господи, типа Маричева и других вот этих вот всех, ну, уколов, они уж сами не обучают, да, ну, типа, короче, какой-то, и они, естественно, менеджеры сказали, ой, да там, да, обучение было, это все по Орлову ее звали, вот вспомнил, как это Орлову. Вот, ну, это там, это все фигня, мы это ничего не внедрили, ну, менеджеры, как-то, всегда саботировали обучением, они же знают лучше, как надо. Вот, естественно, стажировки я делился с собственниками какими-то своими, да, наработками, у него прямо отработка, как скриптон, да, там, все равно это все не выдашь. Ну, да, делился. Ну, понимаешь, они могут это внедрить, но должен кто-то внедрять, да. И контролись потом, что это работает. Здесь бояться, мне кажется, не стоит делиться экспертностью, если ты хочешь получить эту работу. Все равно они не внедрят, да? Да, все равно они не внедрят, все равно все это останется в Телеграме или на бумаге. И тут надо или менять менеджеров, или их переобучать, да, то есть тут надо более глубинно работать. Одними советами здесь, надо, чтобы кто-то, короче, это делал, как правильно ты говоришь. Вот, потом я работал, вот, обучение программирования, но мы с тобой это коснулись, печенье с протеином продавал полтора месяца. Это как торговый представитель как-то ездить? Это прям в офисе я ездил. Производственная компания у нас в Нижнем Новгороде печенье с протеином. В офисе. Это как в Америке эти, как его, бойскауты прямо продают печеньки вот так, типа, или как? Нет, 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 это продажа B2B для магазина спортивного питания, для лендов, лендов и так далее. То есть, там именно продаж идет боксами, то есть, не поштучно, а прям по 12 штук в боксе. Вот. И печенье с протеином, там в чем суть? Там низкокалорийное с протеином, да, то есть, белок идет, и сытный перекус, типа, полезный. Вот. Не как Макдональдс, а именно вот сытный, полезный. 100 рублей печенье. Ну, кто в фитнесе занимается, там бодибилдинг, всякие БЦАшки, они вот приходят в профиль магазин, и там... Да, фитоняешки, да, они все это, да, спрашивают. Кофе там, перекус. Ну, то есть, есть куда его поставить, есть где продать. А ты пробовал вкусную вообще штуку? Пробую? Да, да. Наш печенье, где я работал, было вкусно. Оно мягкое, по вкусу приятное, там сахар, не, а без сахара еще что-то, там подсластитель, то есть, сахара там нет. Оно мягкое, такое как бисквит. Не, на самом деле, продукция хорошая, несмотря на то, что я там больше не работаю, я продолжаю продукцию покупать. Потреблять, да? Да, да, да. И ребенок у меня есть. Вот. Да, что за протеин там, что какие там эти, в общем, эту линейку надо было выучить. Тоже, знаешь, я вообще убедился, что вникаешь в нишу, в новую, там, теплицы, кондиционеры, печенье, чего угодно, через месяц где-то. Две, три, четыре недели ты уже становишь, ну, уже опытом растаешь. Ну, вот я хотел спросить, недвижимость ты рассказывал, то есть, в среднем, там, две, три недели, ну, полноценного обучения надо въехать в тему, чтобы уже экспертам. Да, я, да, я себя поймал на мысль, что это месяц, это вот ты уже становишься, ну, не экспертом, а уже близишься к этому. Вот. То есть, ты уже разные ситуации прочухал, да, разные переговоры провел с клиентами, узнал, посмотрел конкурентов, сайты там, я не знаю, ну, короче говоря, оброс опытом каким-то уже. То есть, через месяц... Навык обучаться, он у тебя, ну, прокачан, то есть, ты знаешь, сейчас я вот посмотрю, у меня уляжется, ну, то есть, ты уже, как бы, в общем, навык учиться, он важен, да, получается, то есть, чтобы продукт быстро изучить. Ну, конечно, ты должен как-то все это уметь из этого всего какие-то основные зерна усвоить, да, потому что материал много, и надо какой-то, не знаю, эрудицией обладать, да, какой-то, не знаю, кругозором, вообще с ображалкой, чтобы все это, да, уложилось. Ну, и на практике самое главное это все практиковать, пользоваться, потому что без практики просто бумажки все это будет мертвым грузом. Вот. То есть, там, да, получил опыт, опять же, робпом работы, пробовал тоже что-то сделать, но столкнулся с, честно, я там, наверное, был сам еще недостаточно подковым, как робп, может быть, не понимал, что от меня хотят, и где-то, может быть, потом вера в продукт пропала, потому что, в самом деле, продукт был недешевый, были дешевые аналоги, там, да, но они были менее вкусные, и, ну, короче, больше времени, может быть, надо было, чтобы в это все вникнуть и развить, да, и попробовать, то пошел результат, и в итоге мы с собственниками расстались, короче говоря, они нашли другую группу, что было, конечно, больно и обидно, но, что делать они, как говорится, ну, это их бизнес, им принимать решения, то есть они хотели быстрее, я быстрее не мог, я мог так, как мог, и считаю, что пользу все равно принес, что мог я сделал, на том месте, процесс был запущен, и следующим ропом было уже легче, то есть через полгода сменился еще один роп, сейчас вот у них третий роп, ну, в принципе, у них это практика, они часто меняют ропов, легко увольняют людей, вот, поэтому, ну, им виднее, они собственники, это их бизнес, как хотят, но опыт был интересный, это, это было такое же полноценное ропство, ну, как полноценное, опять же, навешивалось все, да, то есть, от цена образования, я говорю, до, не знаю, пойти там самому заполетить, палет, да, потому что там колдовщика нет, например, ну, и так далее. Жесть, а там не было никакого коммерческого, там, маркетолога, там, финансового директора, продуктом, кто занимается? Исполнительный директор был, который тоже, и она есть сейчас, то есть, который тоже перегружен, она бегает, как совраска сюда, был начальник производства, который, соответственно, все это, и руководитель отдела маркетинга, то есть, маркетолог там сильный, это, кстати, моя сестра, про нее не могу говорить плохо. Незаменимая, в принципе, да, сотрудник? Да, 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 нет, она вообще, на самом деле, когда пришла к маркетологу, потом целый отдел сформировала, сейчас руководитель отдела маркетинга, то есть, она занимается онлайном, то есть, как раз, Валдбрисом и Озоном. Мне кажется, круто, когда есть хороший эксперт, ну, даже не обязательно родственник, просто, который занимается трафиком, то есть, условно, ты там, человек продажи или система, ты, как бы, все, поставь все, но если у тебя есть крутой эксперт, маркетолог, ну, ну, да, она как раз человек продукт, она разрабатывает линейки вместе с производством, то есть, она у них вот тоже не чисто маркетолог, а именно ассортиментная матрица, тогда все, от нее исходит, какие продукты будут, какие вкусы, печенье, и так далее, то есть, она в этом сейчас, ну, благодаря ей считаю, что они вообще не закрылись в пандемию, когда все просело. Это было мне тоже выписать список работ, где я работал, потому что она вовремя вывела их в онлайн, хотя до этого ни роб, никто не мог, ну, просто этими занимались, не хотели, она вывела на Валберис, на Озон их, и, ну, просто им оборот сделала, благодаря этому они выжили. Вперед посмотрела, да, подумала. Да, она просто сделала то, что нужно было сделать давно, и сделала это хорошо, вот, а до этого сидели там, по 100 тысяч роб получали, и балду пинали, она сказала, что, ребят, то что, я сейчас сделаю, вы мне 100 тысяч платите, я сделаю вам. Я выйду, я договорюсь, я все освою, она все освоила, то есть, нигде обучения этому не было, она все у меня там тыка, все это Валберис, когда еще там не было этих курсов, она все это сделала. А я был в офлайне, то есть, офлайн канал, то есть, битубишники, ттпшники, магазин спортпита. В нужное время, в нужном месте оказалось. То есть, если бы сейчас пришла, наверное, уже там все было бы как-то работало. Это бы дороже. Но она заняла эту нишу, да, ее возглавила и развила, сейчас они растут, онлайн растет. Оффлайн, я считаю, что вообще надо закрывать, там делать нечего, потому что там, ну, по цене не проходишь, и в сети тоже сложно попасть, а выжить можно в офлайне только на счет сети, ашан, лента там и прочее, окей, да, чтобы туда поставиться объем вот и выжить. С другой стороны, это же может быть какой-то монополий, и тебе потом придется платить те деньги, которые, ну, не знаю, вот картошка там 6 рублей себе стоимость, ты в магазине покупаешь там 69, то есть если никто не будет с ними конкурировать или пытаться, то, наверное, тогда это потом будет дороже, ну, типа, они ставят цену, а ты покупаешь. Ты сейчас про что имеешь в виду? Я имею в виду про большие сети, которые офлайн, про бизнес офлайн. Ну, смотрите, большая сеть, она все равно топит за низкую цену, то есть она будет производителя продавливать максимально по низкой цене, и своему покупателю предлагать по максимально низкой цене или по акциям, чтобы они брали, чтобы они заинтересовались, чтобы раскрутить. Поэтому там заработать очень, ну, там очень низкая маржа. Ну, да, там 3-5 процентов или сколько там. Роялцы надо платить, да, за вход, за выход, за доставку, за рекламу, за маркетинг, в общем, за все надо платить. Вот, поэтому я считаю, что, ну, короче, в онлайне то, что надо. Да, согласен. Вот. Что тут еще у меня было? ну, бани тут пробовал, но это тоже фигня какая-то была. А что тут еще было? Ну, кстати, просто когда у тебя на осмотренность, ты знаешь и онлайн, и бани, и продукты, и ты уже куда-то заходишь, ты примерно, у тебя уже есть, ну, как вот, алгоритм, ты понимаешь, что там у них вообще происходит. Ну, благодаря этому я и попал в ворот, то есть я поработал вместе с менеджером на воротах, и потом понял, что я буду здесь выпрашивать деньги, да, при задержке по зарплате, там типа ты получишь деньги тогда, когда все, значит, проект монтаж пройдет, когда установят уже, да? Да, да, и без оклада. Ну, ты должен сесть из 9 до 6, из тебя спрашивать, как у тебя оклад, и деньги ты получаешь со срочкой, постоянно выпрашиваешь, можно мне там, можно мне ипотеку платить, а мне кредит платить, там, мне то. Ну, я опять же ухожу от этой зависимости. Ушел, договорился с производством, с другим, там, да, и все, и стал работать на себя, то есть я посмотрел это изнутри, понял, что я могу это делать сам, и ушел работать сам на себя, и все. Ну да, потому что вот эти мысли, то, что ты говоришь, я буду ходить на собрание, меня там будут дрюкать, вот эти некомпетентные руководители, которые там бардак развели, лучше, как бы я сделаю сам по-своему, но, как бы, будет мое зато. Ну да, и ниша попалась такая благодатная достаточно, то есть пошла она у меня, то есть лазерное оборудование, допустим, это надо там оборот, чтобы закупить, да, там, я не знаю, что там, кондиционеры, ну, не всегда идут, тоже конкуренция большая, может, в перспективе займусь, зонды там, вот надо с Китая возить, то есть вот так вот отсеиваешь, ниши разные, да, по разным параметрам, а ворота как-то нормально легли, пошло дело, потихоньку тоже там, шести тысяч на рекламу там, да, и пошло, 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 потихоньку пошло. Ну да, вдруг ты им позвонишь, ну, они скажут, типа, Алексей Круто нам поставил ворота, позвонишь, а что вам еще надо? А нам кондер надо, а нам котлы надо, каким-нибудь дом, и у тебя начнет потихонечку. Да, то есть надо копить сейчас базу, по идее, вот это все, и потом можно там, не знаю, мангалы продавать, что там, частный дом надо, те же теплицы, ну, короче, в принципе, важно базу, да, тут не терять, можно продавать повторно. Ну да, есть куда, куда расти, вдруг ты потом будешь заходить, как он, будешь русский Трамп, заходить в какие-нибудь коттеджные поселки, сразу там застроил, готово. Ну, это все, все от мышления зависит, то есть не надо бояться, может и коттеджного строительства потом, да, то есть сейчас вроде страшно, да, что там надо вложение с узбеками связываться, там, землю выкупать, всякие эти административные проволочки, да, переоформление, но все это делается, и можно, в принципе, миллион там с дома вынимать, понимаешь, то есть это уже другие чеки, ну, другие сроки, другая ответственность, но перспектива хорошая. Можно начать с ворота, потом уйти в дома, например, ну, я вот сейчас хотел, еще узнать у тебя, вот, по поводу, такой вопрос, по поводу там негативных отзывов, жалоб вообще, когда ты был ропом, или там в продажах, как ты вообще на это реагируешь, и как ты к этому относишься, ну, к каким-то негативным вещам от клиента? Ну, всегда пытаюсь решить с ними этот вопрос, как-то поговорить, не вскрываться, не загаситься, да, то есть как-то вежливо ответить, да, там согласны, там, да, действительно, может быть, что-то там, косяк какой-то, но мы там исправили, мы позвонили, то есть если сейчас какой-то возникает косяк, например, да, во-первых, у меня нет ни одного плохого отзыва, во-вторых, сейчас, во-вторых, если как-то там не довезли какую-нибудь резинку, там, уплотнительную, или там, не знаю, панель пришла покоцанная, мы меняем без вопросов, то есть все, ну, пропадаем, короче говоря, ну, отрабатываем отзывы, надо с ними работать, но еще ни одного плохого не было. А когда ты менеджер работал или ропом, вот когда были спорные вопросы, допустим, мы ввели деньги, ну, к примеру, там, одному клиенту продал, там, другой менеджер, или, в общем, вы клиент там не поделили, ты решал вообще такие вопросы, и как ты считаешь вообще, это менеджеры сами должны договариваться, или все-таки руководитель как-то разрулить? Я думаю, что руководитель должен здесь выступать арбитром, оценить ситуацию, и решить как-то по справедливости, да, или там поделить, или еще как-то, и у нас такие, по-моему, случаи были в юнитах, когда... кто-то ничего не решал, но я сейчас не помню, но где-то у меня была ситуация, что такая была, и руководитель, уж я просто не помню, в какой нише, у меня умешивался, и говорил, что, да, здесь действительно, человек вел клиента, там, это давно, да, это его клиент, а ты просто, типа, поснял сливки, да, там, он же был готов купить, он его прогревал, ну, то есть, надо разбираться, я считаю, что умешиваться надо, и отдавать на саморазбор, ну, это безответственно, со стороны руководителя. Угу, понял. И тут, смотри, чтобы просто уже двигаться к финалу, я хотел тебя еще спросить, такие вещи, определенные, про обучение, ну, вообще, кого ты смотришь на ютубе, может, подписаны какие-то каналы, и вообще, там, про интересы, про хобби, как ты там отдыхаешь, расслабляешься, что смотришь, кого слушаешь. Ну, по твоему совету слушаю от Гранд Кардона, да, сейчас начал, но мне немножко американские, вот эти их вода, немножко не ложится. У них стиль такой, знаешь, как вот, Волк с Уолл-стрит, да, они там работают с мышлением, с идеями, с клиенту приводить какую-то идею, да, так напористо, мне вот это у них нравится. Но, мне кажется, очень много воды. Когда я смотрю ролики того Гранд Кардона, там надо выцеплять прям мысль, и книжки они также пишут, американцы, то есть, одна мысль на всю книгу растянута, вот так вот. И пока ты не доберешься, уже устанешь. Вот. Гребенюка, смотрю, разбором него заходит сейчас. Это делать такое, типа, как бы с Бали, да, вот он уже такой сенсей в этих? Да, 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 у этого флипчарта он стоит, там у него сидит его подопечный, и вот он его разбирает. Там все смонтировано, то есть, в принципе, там уже вся соль дана. То есть, я на него то подписываюсь, то отписываюсь, то он меня бесит, то он меня радует, в общем, как-то, так же, как и Дашкиев, то есть, то он нравится, то он не нравится, и так далее. Тут его эту исповедь смотрел, очередную, слушал. Вот. Ну, вот Дашкиева смотрю, фокус, но у них все официально. Ты ему отпустил там все? Грехи? У меня у него не в обиде, он наоборот, спите, они помогли, поэтому я тут не могу быть претензий. Вот. Кого еще смотрю? Ну, Голицына посматривал в Италии, там, но он такой немножко напыщенный тип, но есть у него зерно, он немножко другой подход к продажам. Он там пытается что-то новое найти, мне это нравится. Какие-то новые этапы продаж, там, так далее. Прикольно. Колотилова досмотрел, сейчас уже меньше. А он выпускает что-то, или старые ролики? Он в основном, по-моему, выпускает прямые эфиры, какие-то вебинары, ролики, чтобы свои нынешние выступления, Евгений, да, Да, Евгений. Да, 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 да. Свои живые выступления он через них продает, то есть он работает больше вживую, он разъезжает, то есть он такой олдскульный товарищ в основном. Ну и опять же, по-моему, один работает вообще, то есть сам на себя. Большой команды, мне кажется, нет. Ну, Розова смотрю, так иногда, не знаю, в принципе, что-то больше никого на не вспомню. А помимо продаж, не знаю, может там что-то, маркетинг или, не знаю, каких-нибудь чуваков, или там сейчас поворотом какие-нибудь. Батарева тут одно время смотрел, слушал, какие-то вещи от него взял, но сейчас нет уже. Христосин к мне попадался агрессивно, у него это СММ, он прямо прописывает свои, загляжу, на этой неделе он продает, значит, мышление, на следующем он продает финансы, на следующем он продает маркетинг в ВКонтакте, то есть все, на все руки мастера и все как-то агрессивно. Мне такой подход не близок. Кто еще у меня? Сейчас посмотрю в Телеграме, кто у меня еще. А ты в Телеграме смотришь? Я думал, знаешь, на Ютубе там под... Я на Ютубе... Я смотрю, но я подписываюсь на некоторых в Телеграме, Гребенюк, там другие. Вот Голицын у меня подписка есть на него. Ну, наверное, все, больше никаких. А так, из этих, интересов в хобби, типа, да, это... Ну, вот бассейн, фитнес, сейчас вот этот зал. Наконец-то я дошел до этого. То есть, ну, стал ходить в зал и в бассейн. Вот, мне нравится, разгружает. Плюс на фортепиано пытаюсь какие-то там изучать самостоятельно. Мне тоже всегда это нравилось. Быстро результат, значит, там воспроизводишь что-нибудь, да, ну, короче, играешь по памяти. Или там, короче, что-то я не учу, я просто запоминаю. Вот на ютубе ролик включаю и запоминаю, как-то, куда жмет. Вот, мне нравится, меня давно к этому. Меня в свое время в музыкальную школу не взяли, скажешь, у меня нет слуха. Вот. А сестру взяли. Вот. Что еще? Ну, так, по психологии что-нибудь почитываю, там, не знаю, по истории сейчас мало. Вот, у меня вообще историческое образование. Но как-то истории от истории я уже отдалился. Да так, в основном, что там, сад, дом, домашние дела, у меня свой дом, сад, приносим участок. Вот. Как-то так. Слушай, классно. Ну, вот, прикольно, что разные интересы. Я тоже вот хотел там музыкой, но мне друзья сказали, что мне медведь прям нагадил просто в уши, что слуха у меня никакого нет. Вот. Мне тоже все говорят, и говорят, что почему люди, которых нет слуха, они пытаются петь, и что-то... Почему у них такая тяга к пению, и к игре, на фортепиано. Вот. Ну, мне нравится. Хотя у меня сейчас, я уже год назад купил себе этот небольшой синтезатор, но что-то я за него мало сажусь. Ну, видимо, не знаю, что-то, не тянет, мотивации нет. Сложить скачиваю, скачиваешься. Знаешь, когда ты книжки покупаешь, покупаешь, скачиваешься, там эти обучающие, и так ничего не доходит. Не знаю, пока что-то... Ну, главное желание, наверное, чтобы не через силу делать, потому что, знаешь, как беговую дорожку покупают, а она потом как вешалка там используется. да, так же у нас сейчас велотренажер как вешалка. Вроде загорелся, да, потом как вешалка. Вот. Понял, круто. И последнее, хотелось сейчас спросить, вот в плане дня, есть ли у тебя какие-то там ритуалы, привычки, допустим, медитация, план дня написать, или как бы проснулся и погнал по своим задачам? Не, медитировать я так и не медитирую, ничего этого не начал, не знаю, начну ли, вот. Вскочил, побежал, все, задачи посыпались, клиенты пишут. Единственное, что я начал делать, это вести себя в телефоне, не на бумажках, когда у меня там куча бумаг всяких раньше изписывал, записывал, ежедневники заводил, бросал. Сейчас все-таки в этом, как его, смартфоне наконец-то завел себе этого планера, там, «Твой день» называется он, там можно писать задачи, только теперь надо разделять теперь эти рабочие и личные, потому что еще кучу, много всего. Вот. Вот это я начал делать, раньше я этого не делал, то есть все-таки сейчас пользуюсь телефоном, как записанной книжкой. Вот. Но таких привычек, да не знаю, какие привычки. Ну, мне зовут порекомендовали Notion программу, и там получается как раз и личные, и рабочие можно вещи там делать. Я про нее слышал, да, это, по-моему, гугловский, один из сервисов, вот, но мне кажется, она какая-то нагроможденная. Мне сейчас, знаешь, в Notion многие пишут обучение для менеджеров, вот, я когда работал в лазерном этом оборудовании, там у них Notion было все записано, там эти скрипты, что-то там еще, инструкции, то есть такой сборник, типа, для этого удобен, что в одном месте все было, то есть не разрозено, а все в одном месте пишут, там какие-то открываются вкладки, что-то там какие-то да, удобно. Схемы, да, 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 а для себя я вот трелла себе скачал, пытался унастроить под себя, там эти все удобно, что там можно переносить быстро эти задачи по колонкам, но так я его забросил, вроде начал, но хотя можно в телефоне открывать, короче говоря, не прошло у меня вот с этим делом, вот так у меня и, ну, сейчас я стараюсь как-то над телом работать, да, над организмом, чтобы он нагружать, там ходить больше, мне вот на это сейчас упор, вот, ну и как-то заряжаться вот какими-то типа вот тринговами, да, или там типа гребенюком, да, чтобы подержать батарейки, без батарейки подзаряженных тяжело, вдохновиться, да, немножко так, на что-то, да, и главное, мы с вами говорим про обучение, да, вот эти все, ты пока вот в них находишься или до них, до покупки ты заряжен, когда покупаешь, у тебя разряд происходит, нужно постоянно где-то подзаряжаться, а тебя уже никто не подзаряжает, все деньги сняли и все, уже дальше как хочешь, твоя зона ответственности, да, не хватает вот этого подзаряжения, как было в бизнес-молодости, то есть, когда ты сидишь на окружении, сидишь и не можешь не сделать, еще тебя спики разряжают, как будто не относился там к дашке и Осипову, они свое дело сделали, я считаю, они свое выполнили, запустили вот этот вот маховик, массовое предпринимательство, молодого именно и не молодого, поэтому я буду благодарен за это, пусть кто-то называет сектой, все равно это было круто. Ну да, в любом случае, такой цифровой след они оставили, то есть, ты можешь там найти или скачать эти видео там 15-го или какого-то, 13-го года и попробуй сделать, то есть, скорее всего, там половина точно работает. Ну да, да, то есть, все равно все это, да, не устаревает до конца, если это какие-то вещи претерпевают изменения, ну в целом нормально. У меня прям много инсайдов, то, что ты сказал, я такой, блин, прикольно, прикольно, то есть, надо какими-то вещами даже под другим углом задуматься. Какие, например? Ну, то, что ты сказал, Роб там должен, например, вникать, да, в какие-то вещи, я думал, что это либо просто описать процесс, ну если там, либо менеджеры, чтобы сами решили, а ты уже как следующая инстанция, либо, например, вот как выбирать, чтобы экологично, то есть, потому что у меня были случаи, когда, ну, допустим, без работы, ты находишь какую-то фирму, или тебя пригласили на собеседование, ты идешь, а потом у тебя это прийти, ты все равно меняешь, например. И в плане вот действий, да, что как раз нужно начинать что-то делать, потому что и подзаряжаться, вот то, что ты сейчас сказал, это как раз важно, потому что у меня бывает такое, что обучение, ты посмотрел, законспектировал, написал на листик и отложил, как бы все, ты поучился, а ничего не делаешь, поэтому вот это вот как раз делание, вот это раскачивание и потом подзарядка, походу, это вот как раз важно. Ну да, тут можно развиваться же из, как сказать, из боли, да, или из наоборот, ну, осознанности, то есть, важно себе какие-то условия создать, чтобы нельзя было не делать, а это чаще всего какая-то проблема, которая на тобой висит, или какое-то, я не знаю, финансовое обязательство, или семья, или что-то еще, для меня всегда был триггером, и движущая сила на всех моих работах в Найме, и не в Найме, это, ну, моя семья, то есть, я знал, что я хочу чего-то добиться, да, что я должен, что я глава семьи, что мне надо это делать, ну, мне нравилось это делать, то есть, я не чувствовался, знаешь, там, это, как-то плохо от этого, просто совпадало, они были всегда для меня двигателем таким, вот, но какой-то ряд разочарований по жизни и в бизнесах там, и в Найме, это двигатель немножко закоксовали, поэтому нужно где-то вот подзарядку иметь все равно, примеры, да, вот эти вот тренинги, без них. Ну, окружение классно, то, что подзаряжаешься, и вот я когда с тобой всегда общаюсь, по кайфу, знаешь, даже мы, когда на работе тоже созванивались, там, с юмором что-то ты там рассказываешь веселенько, и я думаю, блин, понятно, что бывают какие-то там сложные вещи, но вот, когда подзаряжаешься и думаешь, блин, прикольно, есть немного таких крутых специалистов, ну, вот, и поэтому я тебе и написал, и думал, блин, с кем бы созвониться, пообщаться, и с кем ты думаешь, вообще никаких тем не найдешь интересных, или просто тебе человек неинтересен, а с некоторыми думаешь, блин, наоборот, круто, и он тебя поймет, ты там пошутишь, то есть интеллект и чувство юмора, и он в всем присутствует, такая уникальность своя. Да, это важно, потому что, на самом деле, ты тоже, ну, одни из немногих людей, с кем я вот, ну, общаюсь с удовольствием, потому что, на самом деле, круг таких людей, он очень узкий, можно пальцы двух рук только его перечислить, вот, потому что от тебя тоже идет позитив, да, экспертность тоже, я знаю, что ты тоже хороший продажник, и твои фишки, я тоже вспоминаю, про то, в смысле дорого, не понял, или техника, да, ты же не дурак, в смысле дорого, дорого там лонгкрузер заправлять, а это нормально, вот, поэтому, спасибо тебе за такую возможность, что дал тоже высказаться, и попробовать такой опыт, может быть, кому-то это будет интересно, дальше, да, там, может ты будешь дальше серию делать, каких-то еще там, да, интервью. Ну, посмотрим, да, во что это выльется, но я загружу, обработаю, скину тебе, вот, а ты мне тогда в телегу, скинь этот канал, я посмотрю, подпишемся, буду тебе накручивать просмотры. Да, давай, давай, поставь лайки, да, а то там жлобится на лайки, лайки мне нужны. А в самом деле, ну, вот бывает такое, я, например, снимал видео, просто экспериментировал с контентом, кто-то лайкает, ты думаешь, о, приятно, или кто-то написал комментарий, круто, или, он все, его нет в своей жизни, и как бы, пуф, и все, чудо. Это, вот лайки, они, кстати, когда поддерживают, это прикольно, от незнакомых людей, ты думаешь, ну, значит, они смотрят, им интересно, что-то ты полезное кому-то дает. Конечно, это все наше самолюбие, да, влияет на тщеславие, и там, 2000 просмотров, 7 лайков, потому что что-то маловато. Ну, какие-то видео залетают хорошо, какие-то не очень, кто-то видит, кто-то нет, ну, и ждешь тоже комментариев, тоже смотришь, мы же зависим от этих всех тоже, от общественного мнения, у тебя, наверное, не совсем правильно, но это нормально. Ну, я не так, чтобы зависим, но я стараюсь себя не обманывать, потому что, я думал сначала, что якобы снимаю для себя же, вот, а мне потом жена говорит, ну, как бы и сам смотри свои ролики, а когда ты выкладываешь в YouTube, значит, ты хочешь, чтобы смотрели другие, и потом ты на это реакциях реагируешь, поэтому, как бы я именно, ну. Да, нет, я снимаю как раз, чтобы было польза другим, ну, и чтобы себя тоже как-то реализовать, и когда лайк ставят, конечно, приятно, это что говорить, это было бы лукастом, если тебе было бы неприятно, эндорфинчик выделять. Да, просто все, кто смотрит, сейчас ставьте лайки, подписывайтесь, я внести, сделаю ссылки на наши каналы, да, 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 если по воротам, теперь люди будут знать, куда обращаться. Да, точно. Так что, спасибо тебе за такую, да, интересный опыт, вот, было всегда приятно встретиться, пообщаться. взаимно, будем держать тогда контакт, вот, тут меньше минут уже осталось, и тогда будем финалить.